всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я обожаю классическую не британскую пиццу эту которая на тонкой лепешке на канале есть два ролика с подробностями тестом готовится в соответствии с итальянским регламентом нормативом официальным что касается начинок то любимых две это 4 сыра и пепперони если с сырами в наших краях особой проблемы нет при должной старательности я могу найти пармезан и горгонзолу и рассольную моцареллу то вот пепперони полная беда и и попросту нет и даже специализированных магазинах для рестораторов не смог ее найти хотя казалось бы если вся остальная итальянской продукции там представлены чё сложного колбасу завести некоторые зрители утверждают что я живу в колбасном раю 300 сортов колбасы в любом магазине но реально краем он кажется только до тех пор пока самостоятельно всю эту колбасу не попробуешь реально съедобных сортов из этих трех сотен два может быть от силы три сорта и вкус и главный состав продуктов вконяет в глубочайшую депрессию там сои с красителями крахмал с ароматизаторами либо хрящи без ароматизаторов и краситель на вкус короче ужас так что волей-неволей приходится брать дело в свои руки и так чтобы полакомиться настоящей итальянской пиццей пепперони для начала эту самой пепперони нужно приготовить для неё мне понадобится говядина нежирная свинина эта лопатка свиная грудинка вино красная соль нитритная сахар чеснок гранулированная низовое семя и два главнейших ингредиента паприка и острый красный перец у меня каенский мне уже писали что это не каенский однако от барселона до марбели по всему побережью под наименованием каена продается именно такой он очень острый просто вот чрезвычайно две таких штучки на кастрюлю супа и от одной ложки бросает в пот приступим сначала фаршесоставления все сырье подморожено температуре 0 минус 2 градуса отлично поехали измельчать буду в мясорубке решетка крупная 8 миллиметров теперь надо добавить остальные ингредиенты и все тщательно перемешать и 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 все смешал теперь сутки на просаливание и начало созревания завтра набивка сутки прошли можно набивать сейчас от фарша идет легкий винный запах ароматов пряности я не чувствую возможно дело в том что он очень холодный вкладывать в колбу шприца надо очень-очень плотно чтобы не было воздушных пузырей набивать буду в коллагеновую оболочку калибром 65 миллиметров производитель указал что ее надо предварительно замочить холодный прохладный вернее очень хорошо просоленной воде я так и сделал здесь на литр воды аж полстакана соли отлично колбаса будет сыровяливаться поэтому набивать и перевязывать надо очень-очень плотно наш будучи усыхать и 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 все теперь остается ее отправить на завяливание и ждать а вялить буду своей самодельной камере для сыровяла здесь у меня как видите уже и готова и надо кстати убрать это московская и советская остатки ролик уже видели здесь же в процессе завяливания очередная туристская колбаска ролик тоже уже давно на канале есть теперь еще и пепперо не повиснет вялится она будет при 10 13 градусах по цельсию влажности примерно 75 процентов относительной влажности готовы будет при потере веса от массы несоленого сырья порядка 30 процентов помните что там еще и вино есть там и пряности и соль поэтому сушка значительная как уже пиццы хочется спироне ждем пепперо не наконец-таки готова но разрезать ее буду не раньше чем надо будет собирать пиццу поэтому сначала тесто я его готовлю в соответствии с итальянским регламентом дисциплинари депродуционе della specerita традиционале гарантито пицца наполитана этот документ имеет статус закона в соответствии с которым только и исключительно продукт изготавливаемый по этому регламенту имеет право называться пицца наполитана у итальянцев все строго и так поехали 10 процентов от всего требуемого количества муки все дрожжи вся соль и вся вода по рецепту вымешиваем 10 минут за это время соль и дрожжи равномерно разойдутся во всем объеме воды вообще все эти процедуры очень подробно расписано в регламенте если вы водите итальянским воспользоваться глупопереводчиком кладу оставшуюся муку теперь все вымешивается 20 минут время вымешивания очень важно именно от длительности вымешивания зависит эластичность вашего теста грутен в тесте от флаги набухает и его молекулы склеиваются такие цепочки они в салатурную очередь образуют нити эти нити склеиваются в сетку которая пронизывает все тесто эта сетка помогает удерживать тесту он кислый газ вырабатываем дрожжами всего глютена в муке для пиццы в пересчете на сухой вес девять с половиной одиннадцать процентов белка в целом глютена тоже белок одиннадцать двенадцать с половиной то есть по хлебобекарной классификации это сильная мука но даже сильной муки как я уже сказал все равно 12 процентов этого самого глютена во всем объеме поэтому не пренебрегайте вымешиванием вам нужно эти самые 12 процентов объединить эту сетку и заполнить весь объем теста можно конечно вымешивать руками это геморрой на но как пока мне не было этого комбайна я вполне с этим делом справлялся все процесс вмешивания завершён теперь два часа выбраживания в цельном куске вообще положено тесто на стол вывалите накрыть полотенцем и чтобы он так бродил у нас ветрено и сухо боюсь заветриться поэтому будет бродить прямо в деже накрытой полотенцем продолжаю процесс тесто надо разделить на порции и дальше она будет бродить раздельно порционно так сказать очень важно обтянуть каждый кусочек сейчас глютен в тесте уже набух и я вот такими движениями вот такими движениями заставляю натягивается этот каркас фактически у меня кусочек теста превращается в маленький такой резиновый шарик это очень важно сделать вот видите показываю еще один взял кусок теста и вот такими движениями оп 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 натягиваю с каждым таким движением я чувствую как возрастает сопротивление теста и вот когда упругость достигла максимума и видите на поверхности начинают появляться такие вот разрывы хорошо видно вот разрывы это как раз таки вот эти вот пленки каркаса начинают надрываться все значит я обтянул нормально теперь место сбора всего теста защипываем плотнее чтоб шарик был аккуратный теперь смазать оливковым маслом небольшим количеством всю поверхность чтобы не пересыхала и в пластиковую корзину а теперь окончательное выбораживание мной займет от 4 до 6 часов в зависимости от буйности нрава ваших дрожжей я буду выпекать пиццу в своей дровяной печи но на самом деле до того как она у меня появилась я успешно справлялся с этим делом своей обычной электрической духовке единственное что вам понадобится раскалить камень какой-нибудь и выпекать на нем подойдет даже обычная керамическая плитка оставшись у вас от ремонта главное прогреть на максимальной температуре на максимальной мощности вашей духовке минут 50-60 и потом готовую раскатанную пиццу на бумаге для выпечки прям сбрасывайте на камень и все вот так вот получается печма раскочегаривается до положенных по регламенту 420 460 градусов примерно за три часа так что затоплю попозже что касается соуса для пиццы на томатной основе во всех подробностях я вам его уже показывал на канале есть два ролика про пиццу если не забуду повешивать в уголочке ссылочку буква и в кружочке сейчас покажу только так сказать факультативно томить этот соус нужно до желаемой густоты на слабом слабом огне при очень слабом кипении обязательно его пробуйте нет в россии даже летом настолько сладких помидор насколько они нужны для этого соуса просто нет таких сортов не взрывают они поэтому вам наверняка кроме соли понадобится добавить сахар соус должен получиться настолько вкусным чтобы вы с трудом удерживались от желания просто выхлебать его весь с куском хлеба приготовьте такой соус и у вас получится вот такая пицца и сейчас у нас будет пепперони который мы сейчас готовим и 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 корки и, соответственно, резать пепперони. Такой ярко выраженный аромат перца, кислинки, почему-то я бы сказал, яблочные даже не знаю, кислинки что ли, или это винный аромат и так далее, если я знаю, обалденный запах, обожаю. Ммм, вяленая, острая, яркая, пицца получится, я уже чувствую, вот такая, приступаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это оно острое, с кислинкой, с яркой паприкой, с чили-перцем острым, с обалденным соусом и с вот этим вот нежнейшим тестом для пиццы. Все-таки вот этот регламент итальянский решает, слушайте, это класс. Ммм, да. Я сейчас этой пиццей угощу своих операторов и родственников, а сам пока быстренько приготовлю еще и лепешку со свежим розмарином, я его заранее нарубил, со свежим чесноком, с оливковым маслом и немножко пармезанчика. Это будет вот так. Фокаччу сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже весь мугек из заправки пицца Йола. Моя нежно-любимая фокачча. Она так классно пахнет свежим розмарином, свежим чесноком. Я присыпал ее крупной солью. Ой, я должен пробовать. Пармезанчик на месте. Но... Ее надо есть все-таки с пепперони, собственноручно, приготовленные. Да. Вот это сочетание лучше, чем просто фокачча. Слушайте, это класс. Короче, обзаведитесь керамической плиткой нормального размера, раскочегарите ее в духовке минут 40, а лучше 60 на максимальной мощности, и у вас будет получаться почти такая же пицца, и уж точно такая же фокачча. Вся разница в том, что в печи 460 градусов, и пицца пропекается быстро. 45-50 секунд, она готова. За это время сыр не успевает скипеть. В духовке, если у вас духовка только до 250 греется, вы лучше сначала соусом смажьте, колбаску положите, а моцареллу не кладите. Она у вас будет выпекаться где-то 5,5-6 минут. 5,5-6 минут прошло. Вытягивайте ее, кладете в моцареллу, опять задвигаете, ждете минутку в духовке, и получаете вот такенную пиццу. Есть у нас будет на камне. Конечно, да, делайте пепперони. Она того стоит. Напоминаю, по промокоду ФРЕСКО вы получите очень приятные скидки. Спасибо за компанию. Всем пока.